Будьте осторожны и на всякий случай не читайте аннотацию к данной книге «Выбор Софи» вообще. Привет, Наташа, и сегодня буду рассказывать о книге «Увидима Стайрона. Выбор Софи». Эта книга вызвала у меня сильнейшие эмоции самых разных спектров. Обожание, ненависть, презрение, вообще вот все эмоции, которые можно только придумать, которые может чувствовать человек с диапазоном больше, чем у булыжника, вот я их всех прочувствовала, пока читала эту книгу. На самом деле ощущения мне от нее не назначены. Я долго не могла понять, как вам о ней рассказать, что я почувствовала, что я думала, что я переосмысляла, какие у меня мысли будоражили мой несчастный мозг. А он у меня есть вообще. Пока я читала эту книгу, я никак не могла прийти к какому-то этому решению и решила. Буду рассказывать так, как я чувствовала, пока читала. Повествование ведется от первого лица, рассказывает молодой человек, мечтающий стать писателем, поработавший какое-то время в издательстве, но в конце концов отпущен на свободное плавание, и в этом свободном плавании он решил написать свою первую книгу. И он переезжает в такой дом, где живут евреи преимущественно, и именно там он планирует творить, и именно там он знакомится с несколькими людьми. Особенно выделяется среди них некая София, у которой польское происхождение, и еврей, который состоит в ней в романтических не только отношениях. Книга начинается с рассказа главного героя о себе, и я просто с самых первых строк у него влюбилась. Его слог, его слово, его манеру письма, у меня просто случилась любовь. Вот любовь. Я его обожала, боготворила, носилась по квартире с волосами. Я люблю тебя. Ну, не так все, конечно, было печально, но вот прямо вот меня покорил его слог. Дальше я испытала чувство глубочайшего недоумения, потому что между Софией и ее партнером произошло выяснение отношений, которое происходило в таком стиле, которое недоумение и даже гниво человека, который знал об этом и тем более видел, ну, никак не может состоять равнодушным. И чем больше я читала, чем дальше я читала, тем больше я испытывала каких-то негативных эмоций, подозрения, гнев, ненависти и так далее ко всем подрядам, вот просто ко всем подрядам. И в конце концов, когда я прочитала где-то 80%, я пришла к выводу, что я всех главных героев просто не люблю. Даже главного, которому пылало просто вообще неземную какую-то страстью в начале книги, даже его я обозвала слабаком в мыслях. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня, его поклонники, которые вообще, ну, дальнейшие мои мысли могут, их озвучивание, могут спойлер создать. Кстати, про спойлер. Самое главное. Если вы решите читать эту книгу, ни в коем случае не читайте аннотацию. Вообще, я поискала, и встречаются вполне себе нормальные аннотации, без спойлеров, но сама я вообще никогда спойлера не читаю, потому что я слишком легко могу предвосхитить. Даже если спойлер, самый такой замысловатый, невинный, без спойлеров, я все равно смогу предвосхитить развитие сюжета и чем закончится книга. Поэтому я их в принципе не читаю. А вот я знаю одну особу, которой повезло гораздо меньше. В аннотации была спальна вообще вся малина. Вот то, к чему читатель должен идти в процессе книги, и в процессе книги развивать какие-то в себе определенные эмоции, определенные мысли, и подходить постепенно, пропитываться всем вот этим, вот это дозревать просто, как ягода на огороде, и только в конце что-то понять, сделать себе какие-то выводы, автор этой аннотации, да чтоб тебя самому, блин, всю жизнь преследовали. Просто все прописал открытым текстом. Все, никаких тебе сюрпризов, никакого тебе развития, никакого тебе, я не знаю, что может ждать от книги. Просто на тебе, ешь. И как бы человек очень огорчился, но как бы вот все-таки стал читать, и, как бы вот такие люди не должны писать аннотации, фу-фу-фу. Так что будьте осторожны и на всякий случай не читайте аннотацию к данной книге выбор Софии вообще. Вот. На всякий случай. Но и на все, к нашим баранам. Так, теперь перейдем к серьезной теме, которая открывается в этой книге. Конечно, это тема нацизма, то есть фашистма, что-то меня наизм не прибило. В общем, это тема уничтожения по какому-либо признаку людей, в частности, конечно, евреев. Рассказывается, как что было в усыненцами в этом ужасном месте. И книги затягиваются не только тема уничтожения людей, тема усынцема, тема войны, но также тема сложных отношений между Югом и Севером. И хотя, после Гражданской войны прошло очень мало лет, а именно действие в книге разворачивается в 1948 году. все равно мы видим противостояние между этими людьми, представителями Юга и Севера, что сложные отношения между ними могут возникнуть и тому подобное. Поднимается тема рабства, есть тема даже генеалогии, наследования, то есть находится один клад, причем в самом начале книги. Ну и то, чтобы клад, любопытника. То есть все это поднимается на страницах книги, осмысливается, переосмысливается. То есть здесь идет сочетание легкого, то есть описание главного героя в своей жизни, отношения со своими друзьями, со своими девушками, к этому мы еще вернемся. И вот это легкое сбытие, наверное, можно так выразиться, сочетается с глубиной таких вот тем, как я уже перечислила выше. Так, вот помните, я только что сказала, что там есть описание девушек, скажем так, главного героя. Зачем? Я не поняла. Зачем? Я бы выкинула это, если бы я была редактором этого автора, я бы сказала, что дурак. Вот, чтобы вы понимали, это не просто описание отношений. Наш молодой человек, он не тронутый, если вы понимаете, о чем я. И он все мечтал избавиться от своей чистоты. и у него было несколько претенденток на эту роль, и каждый раз неудачно, почему все были девушки, какие-то явно не в себе были девушки. И он крайне подробно, вот крайне подробно, вот просто вот на несколько страниц, на десяток страниц могло это растянуться. описывал, как она, вот в чем ее проявлялось, вот это вот, что они никак не могли, скажем так, возлежать ей вместе. Потом выражалось в том, что с детства как это шло. Обычно, особенно, меня вывела из себя одна особа, я ее ненавидела. Она какая-то точно чокнутая. Особенно, меня бесило, что она к слову и не к слову вспоминала своего аналитика. Мой аналитик сказал то, мой аналитик сказал это, мой аналитик сказал 3, 10, 8, 15. У меня даже приходила в голову мысль, что он ее растлил. Оказалось, моя догадка верна, или нет, я вам не скажу, потому что это будет спойлер. Но мысль такая в голову приходила. она мне не писала, откровенно. Но вообще, честно говоря, я вообще не поняла, зачем автору понадобилось вот все это описание. Мне кажется, это очень лишнее. И это очень портит атмосферу книги. Правда. Она могла бы быть лучше. Также я должна сказать, что благодаря тому, что все друзья, три друга в этой книге главных любили читать. Благодаря тому, что София обожала классическую музыку, она даже мечтала в детстве стать учительницей музыки, я выписала упомянутых в книге 14 книг и 11 номиновальной музыки. И это при том, что я выписывала не все подряд, а то, что еще не читала или еще не слушала. Когда я вела книжный дневник читательский, я писала 10 страниц. Это на данный момент на сегодняшний день является рекордом. В общем, на самом деле книга, скорее, мне понравилась, чем мне понравилась, хотя старое во мне очень дворякое впечатление. Первые негативные эмоции стали возникать только когда я преодолела больше половины книги, перевалила вот эту цифру, только самые-самые первые проглески. А вот конкретное усиление эмоций произошло где-то между 60 и 70 процентами. Ну, скажем так, на 65 процентах. Ну, и я уже озвучила выше, что вообще все плохие тут. Я пришла уже на 80 с лишним процентом чтения. И, пожалуй, сегодняшний видео. Я хочу завершить двумя цитатами из этой книги. Первый из них непростительно осуждать чей-либо народ. Я полностью согласна, потому что это не бывает плохих наций, бывают плохие люди, а плохие люди бывают в каждой нации. И следующая цитата очень мощная. Вопрос. Скажи мне, где аушевицы был Бог? Ответ. А мне был человек. Вот, правда, мне больше нечего прибавить. На этом я заканчиваю свое не слишком позитивное видео. В следующий раз обещаю, оно будет позитивнее. До скорых встреч, до скорых книг. И пока-пока. этот звук здесь слышно. Я не знаю, что там делать, но перестань.